В этом видео про бинарную систему мы покажем, как представлять набор целых чисел от нуля и выше, используя только цифры 0 и 1. И в этом видео собираемся использовать бинарную нотацию для представления текста, букв и всего остального. Почему мы волнуемся об этом? На самом деле компьютер реально воспринимает только 0 и 1 цифры двоичного кода, потому что они легко реализуются при помощи электромагнетизма. Например, представьте себе память компьютера в виде длинного ряда лампочек, где каждая выключенная лампочка представляет 0, а каждая включенная лампочка означает 1. Вместо использования кучи лампочек для современной памяти, временами используют конденсаторы, в которых низкий уровень заряда представляет 0, а высокий – 1. Конечно, существуют и другие методы. Во всяком случае, для того, чтобы сохранить что-нибудь в памяти, нам необходимо трансформировать это в что-то, что можно представить в физический способ. И давайте подумаем, как мы можем представить буквы бинарной нотацией. В английском языке у нас в алфавите находится 26 букв – A, B, C, D и так далее, прямо до Z. Мы можем назначить каждой букве по одному числу, от 0 до 25, а потом, используя бинарную нотацию, переведем каждое число в последовательность нулей и единиц, и это не так уж и плохо. Однако этого полностью недостаточно. Имея такую систему, мы не можем на самом деле отличить большие и маленькие буквы. И если мы хотим, чтобы компьютер различал два таких случая, то нам необходимо еще 26 чисел. А что по поводу точек, запятых и других знаков пунктуации? На моей клавиатуре у меня находится таких 32 знака, в том числе все специальные символы, типа как знаки вставки и амперсанда. Это не включает цифры от 0 до 9, поскольку мы все-таки еще хотим иметь возможность вводить в компьютер число в десятичные нотации, даже если компьютер на самом деле понимает только бинарную. И, наконец-то, нам необходимо представить символы интервала, чтобы работала клавиша пробела. Понятно, что представление текста в компьютере это немного больше, чем мы представляем в самом начале. Кроме того, давайте допустим, что мы будем пользоваться собственной схемой кодировки для представления символов в виде чисел. Однако мы решили, что кодирование символов будет произвольным, как мы и ранее говорили про использование чисел от 0 до 25, чтобы представить буквы от A до Z. Почему бы не использовать от 10 до 35, сохранив таким образом цифры от 0 до 9 для десятичных символов? Нет реальных причин. Мы просто выбирали то, что кажется наилучшим выбором для нас. В начале 60-х годов это было настоящей проблемой. Разные производители компьютеров использовали разные схемы кодировок, и это сильно усложняло коммуникацию между различными машинами. И Американский национальный институт стандартов ANCI сформировал комитет для разработки общей системы. И в 1963 году появился американский стандарт кода для информационного обмена, более знакомый нам как ASCII. Так вот, ASCII был спроектирован в виде 7-битной кодировки, то есть каждый символ представленный комбинацией 7 нулей и единиц. Этих двоих возможных значений нуля или единицы для каждого из 7 битов существует два в 7 степени, или 128 символов, которые могут быть представлены через схему кодировки ASCII. Кажется, что 128 символов это довольно много. Не так ли? Но вспомните, что в английском языке существует 26 маленьких букв и также 26 больших букв, 10 цифр, 32 разделительных и специальных знаков и один символ интервала. Это уже 95. Таким образом, у нас есть еще 33 символа, которые могут представлять что-нибудь еще. Итак, что же осталось еще? Во времена ASCII были широко распространены телетайпные машины. Такие себе печатные машинки, которые использовали для отправки сообщений в сети. И эти машинки имели дополнительные символы для управления ими. Например, для перемещения печатной головки вниз на новую строку нужна была новая кнопка «Новая строка». Для перехода к левому полю или на самое начало строки кнопка «Возвращение». А для возвращения на один интервал кнопка «Backspace» и так далее. И эти символы называют управляющими символами. И они составляют остальную часть набора ASCII. Итак, если мы посмотрим на таблицу ASCII, то мы увидим, что первые 32 цифры от 0 до 31 зарезервированы для управляющих символов. Но мы только что сказали, что было 33 управляющих символа. В чем же дело? Ну, числа 0 и 127, первая и последняя из набора ASCII, имеет специальные битовые шаблоны. Все нули и все единицы, соответственно. Таким образом, разработчики ASCII решили сберечь эти числа для дополнительных специальных символов. А именно, для нулевого символа и символа Dell. 0 символ и Dell были предназначены для редактирования бумажной ленты, которая была распространена в то время как способ сохранения данных. Бумажная лента – это буквально такая длинная полоска бумаги, на которой с определенным интервалом пробивались дырочки для сохранения данных. И в зависимости от ширины ленты, каждая колонка вмещала 5, 6, 7 или 8 битов. Для представления нулевого бита на ленте просто оставляли пустое место. Для одного бита пробивалось отверстие. Для нулевого символа просто оставляли пустые столбики, в котором были все нули. И символ Dell представлял собой столбик на странице полностью созданного из дырочек. В результате вы могли использовать символ Dell, чтобы удалять информацию. Представьте себе получение избирательного бюллетеня, а потом пробитие в нем всех пропущенных отверстий. И вы сделаете этот бюллетень недействительным, потому что будет невозможно сказать, какой выбор был сначала. В то время как символ Dell используется и сейчас, как кнопка Delete или удалить. 0 символ используется как символ окончания строки на языке C и в некоторых других форматах данных. Вы можете обнаружить его как обратный слэш 0. Вот таким образом представляем мы его в письменном виде. И давайте вернемся к нашей таблице ASCII. После 32 управляющих символов идут 95 печатных символов. И существует пара крутых решений разработчиков, про которые мы сейчас и поговорим. Сперва десятичные символы от 0 до 9 соответствуют номерам от 48 и до 57. Что кажется не очень интересным, пока мы не посмотрим на эти числа, написанные в бинарной нотации. И если мы это сделаем, то тогда увидим, что 0 соответствует 0,1, 10, 2, 0, 0. А единица выглядит как 0,1, 10, 2, 0, 1. А 2 выглядит как 0,1, 10, 0, 1, 0. И так далее. Замечайте закономерность. Каждая цифра представлена соответственным эквивалентом в бинарной нотации с приставкой 0,11. И далее вы заметите, что большие буквы начинаются с 65 с большой буквы A. Но маленькие буквы начинаются лишь с 97 и возникает разрыв в 32 символа между ними. И это кажется странным, потому что в алфавите только 26 букв. И почему их разделили вот таким образом? Если мы заново посмотрим в бинарное представление, то мы заметим еще одну закономерность. Большой буквы A соответствует 10, 2, 0, 2, 0, 1. А маленькой A соответствует 11, 2, 0, 2, 0, 1. А большая буква B представлена 10, 2, 0, 0, 1, 0. А маленькая B показана как 11, 2, 0, 0, 1, 0. Вы можете сказать, что же происходит? Второй слева бит является нулевым для всех больших букв и единицей для всех маленьких букв при разнице в 32 позиции. И это означает, что преобразование с большой буквы на маленькую и наоборот есть просто сменой нуля на единицу. И мы дошли до конца таблицы ASCII. Или мы что-то еще забыли? А как же относительно испанских букв с черточкой вверху или грецкого алфавита или кириллицы? А что насчет китайских иероглифов? Существует много такого, что осталось за пределами ASCII. Таким образом, чтобы охватить все эти символы и много других символов, был разработан еще один стандарт, который назвали Unicode. Но это уже тема для следующего раза. И меня зовут Нейт Хардисон, и это CS50.